Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях понедельника 2 сентября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Агабешия. В первый раз в новый класс. Для 250 первоклашек распахнул дверь и новый корпус школы в поселке Дагомыс. Новоселье отметили и в микрорайоне Макаренко. Там младшие классы теперь будут учиться автономно. Сочинский госуниверситет готовится отметить 30-летний юбилей. В этом году вуз принял в свою семью еще около 2000 студентов. Кто провел лето на отлично. Итоги кампании по летней занятости детей подвели в Сочи. 70 700 школьников сели сегодня за парты в 70 сочинских школах. А для 8 тысяч юных горожан прозвенел первый звонок. Именно столько малышей отправились в этом году в школу в первый раз. Для 250 первоклашек распахнула дверь и новая школа в поселке Дагомыс. Вернее, это пристройка к средней школе номер 82. Но, судя по масштабам, корпус не уступает полноценному образовательному учреждению. На торжественной линейке побывала и наша съемочная группа. Праздничный звон колокольчиков прокатился сегодня по всему Сочи. В этом году городские школы принимают на 5000 учеников больше. В Дагомысской школе на торжественную линейку напротив нового корпуса выстроили 7 первых классов. Для первоклашек сегодняшний день особенно волнительный. И, тем не менее, улыбка не сходит с лица. Сегодня их встречают как героев дня, вспышками фотоаппаратов и поздравлениями. Еще вчера школа была в рассказах родителей. И вот все по-настоящему. Букет цветов, портфель, первая учительница. Ты готовилась к первому классу? Да. Как готовилась? Читать, писать? Уже умеешь расскажи? Ну, нет, там будем учить. В школе научусь читать. Я буду хорошо учиться, чтобы получать пятерки. Мама нам писала примеры, мы стихи учили. Писали цифры. Два лаза стишки выучили. Мне все нравится в школе. Она просто блестит на солнце. Она очень красивая. Мы, когда смотрели все внутри, просто так было хладно и здорово. И весело. Мы хотим очень сильно в школу. Мне не терпится в школу пойти. Отправлять детей в такую школу – одно удовольствие, признаются родители. Елена Тарасова день знаний в 82-й школе отмечает последние 10 лет. Сегодня в первый класс она привела своего младшего, третьего сына. Это третий раз в первый класс. У меня еще двое старших. Поэтому нам проще. Первый раз в новую школу. Мы вообще счастливы и рады. Потому что мы думали, что будет очень тесно. А здесь так просторно и хорошо. Спасибо большое. С приподнятым настроением новый учебный год начинают и учителя начальных классов, для которых День знаний стал еще и новосельем. Я 32 года работаю в этой школе. С первого дня. Мы так рады, что мы вовремя оказались в нужном месте, в нужное время. И у нас появился новый корпус. Он будет принадлежать именно начальной школе. Здесь будут учиться детки с первого по четвертый класс. Классы были переполнены, чтобы разгрузить основное здание, чтобы не было у нас второй смены. Теперь у нас школа с первого сентября садится в одну смену. Мне очень повезло. Я знала, что будет новая школа, и я очень стремилась сюда попасть. Если школа укомплектована всем необходимым, это только плюс большой в работе любого учителя. И она оснащена новейшими технологиями, что помогает учителю. Те же самые интерактивные доски, компьютеры, принтеры. Строительство пристройки к 82-й школе лично контролировал глава города Сочи. Впрочем, как и строительство всех пристроек, школам и детским садам. А их сегодня в Сочи десятки. Темпы по строительству образовательных учреждений взяты колоссальные. За 10 лет на курорте построено 10 школ и 36 детских садов. Количество учебных мест в школах катастрофически не стало хватать. Именно поэтому у нас стоит задача увеличивать строительство и бороться с этими рисками. И уже на следующий год мы будем строить новую школу на Мамайке, будем строить новую школу в Красной Поляне. Уже в следующем году мы сдадим новую школу в Аберетинской низменности. И такой процесс будет продолжаться, потому как действительно жизнь требует этого. Потому что растет количество наших жителей. О том, что среди учащихся много иногородних, мэру рассказывают сами школьники и проводят своеобразную перекличку. Лизунь, ты откуда? Я из Москвы. Из Москвы к нам приехал. Из Москвы? А ты откуда? Из Челябинска. Из Челябинска. А ты тоже из Челябинска? Да ты что? Мы теперь с вами одна родная семья. Кто-то приехал, кто-то здесь родился, кто-то еще приедет. И все они наши будут друзья и братья. Правда? Я здесь родился. Ну вот молодчина. В этих коридорах Пахомов был десяток раз. Контролировал процессы и сроки сдачи объекта. Сегодня оценил обустройство классов и лично поздравил школьников с началом учебного года. Мэр пожелал ребятам успехов не только в учебе, но и в спорте. И подарил спортивный инвентарь. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Новое здание для начальной школы открылось и в гимназии номер 15 в микрорайоне Макаренко. Первый раз в первый класс, причем в класс новый, во вновь построенной школе. Корпус для начальных классов 15 гимназии на Макаренко рассчитан на 400 школьников. Поэтому в этом году в гимназии сформировали целых семь первых классов. Корпус для начальных классов построили в рекордные сроки по соседству с основным зданием школы. Поздравить учеников и педагога в начальной школе с новосельем приехал глава города Анатолий Пахомов. Я с большим удовольствием хочу поздравить и маленьких наших первоклассников с первым звонком. И, конечно же, родителей с этим замечательным праздником. Я также желаю счастья нашим педагогам. Желаю им здоровья, успехов, хороших родителей. После торжественной линейки вчерашних малышей из детских садов ждал сюрприз. Приз руководства школы подготовила насыщенную развлекательную программу с песнями и танцами, в которых участие принимал и директор школы. После ученики в сопровождении своих первых учителей отправились знакомиться в новые классы. А для почетных гостей провели экскурсию по всему зданию. Показали просторные кабинеты, октовый зал, вместительную столовую и полностью укомплектованные медицинские блоки. В таких комфортных условиях отдельно от старшеклассников будут обучаться дети с первого по четвертой классы. Родители уже успели по достоинству оценить новый формат обучения. Я считаю, что от первого до четвертого класса именно так и должно быть в любых школах, потому что взрослые все равно отдельно, а у маленьких свое государство должно быть. Всегда, наверное, так и было и в Советском Союзе. По крайней мере, я тоже так выросла, у нас отдельно была школа. В начале отдельно была старшая. У них отдельный кабинет, насколько я знаю, для раздевалки и все. Ну, в общем, очень хорошо сделали все. Мы все довольны. В преддверии учебного года городские власти постарались выполнить программу «Максимум». Две школы, по сути своей, да, и мы их называем пристройками. На самом деле это отдельные корпуса на 400 школьных мест. И также в этом году мы открыли уже детский сад на Мацесте, номер 4. В ближайшее время, через месяца два, откроется детский сад номер 7 на улице Октября в самой Хосте. Мы уверены, что и еще в Хосте, в самом центре, откроется небольшой детский сад на 100 мест тоже в этом году. Поэтому, как заверил глава города, несмотря на постоянно растущие цифры населения, власти будут делать все, чтобы решить проблему с детскими садами и школами. А в московском микрорайоне Краснодара появится еще одна школа, рассчитанная на 1100 мест. В этой части краевой столицы живут около 40 тысяч человек. Поэтому строительство новых образовательных учреждений – одна из важнейших задач. О планах сегодня рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев и полк предпрезидента. В Южном федеральном округе Владимир Устинов приняли участие в открытии уже построенной в этом году школы. Здесь ее ждали давно. 71-я школа – одна из самых больших в городе и рассчитана на 1550 мест. От души поздравляю всех вас, учителей, школьников, родителей, с Днем знаний и началом нового учебного года. В нашей стране начало нового учебного года отмечается как общенародный замечательный праздник. Все самое важное и необходимое для взрослой жизни закладывается и формируется именно здесь, в школе. Очень рад, что этот учебный год все вы встречаете в новой школе, оборудованной по последним стандартам образовательных технологий. Первый учебный день – это новая точка отчета и для школьников, конечно, для их родителей и, конечно же, для всего педагогического состава. И очень важно, что новая точка отчета, особенно у первоклассников, начинается в новой школе. Важно, чтобы вы наполнили новую школу современным содержанием, наполнили своей энергией, улыбками. А школа наполнила вас знаниями. Я хотел бы сказать особые слова благодарности педагогам, которые будут учить в этой школе за то, что все-таки вы тоже идете в ногу со временем, обладаете современными знаниями, которые позволят вашим выпускникам быть, как я уже сказал, уверенными в жизни и уверенно шагать по жизни. А ученикам пожелать любить все предметы, не ориентироваться на модные, на которые востребованы даже. Кто-то из вас физики, кто-то математики, кто-то химики. Все вы разные, все вместе. Вы создаете палитру жизни в нашем крае, в нашей стране. Не извините сами себе, не обманите сами себя, не погоните за модным, за популярным. Я уверен, что возможности, которые в этой школе есть, педагогический состав вам позволит это сделать. В школе сегодня прошло и первое занятие. Для всех провели урок памяти и славы. На одном из них побывал Вениамин Кондратьев. Губернатор пообщался со старшеклассниками и пожелал им хорошего учебного года. Всего в День знаний в Краснодарском крае открылись семь новых школ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Школа, в которой не просто учат, а готовят к прорыву в цифровых технологиях. Будущая образовательная система региона накануне Дня знаний обсудили на общекраевом педсовете. Его традиционно проводят накануне 1 сентября. Что называется, сверяют часы, определяют, как именно и чему нужно учить новое поколение. И, как отметил губернатор, он тоже принял участие в дискуссии педагогов. В крае готовы финансировать отрасль. Только в этом году направили более 90 миллиардов рублей. Важно, процитирую, не потерять специалиста. Для Алисы Яновой и ее дочери Ксении 2 сентября в этом году особенно волнительный день. Первый звонок прозвенит для них обеих. У Ксюши начнется школьная жизнь, а у ее мамы – учительская. Один, три, два, пять. В школе придется совмещать роль мамы и учителя. И пока дочка с интересом листает учебники, Алиса наводит порядок в кабинете. Семья Яновых переехала в Краснодарский край с Урала. С работой проблем не возникло. В школе номер два в Гулькевичах как раз требовались педагоги. К началу учебного года здесь отремонтировали корпус начальных классов. Отвяжили кабинеты и парты, закупили современное оборудование. Условия действительно не хуже столичных. Я увидела эту школу, особенно маленькую, это все новое. Мне захотелось на самом деле здесь преподавать, потому что тут очень хорошо. И детишки тоже хорошие. Компьютеры и интерактивные доски сегодня встретишь не только в городских образовательных учреждениях, но и сельских, а где-то инновации готовы внедрять весь учебный процесс. Печать на 3D-принтерах, роботы для занятий с первоклассниками и даже полноценные модели реальных экосистем. Эти и другие ноу-хау сегодня представили на выставке современных технологий. Например, лабораторный по физике или химии в школах теперь больше похоже на компьютерную игру. Все измерения в планшете онлайн. Подключаем датчик давления, датчик температуры и отслеживаем эти параметры в режиме реального времени и составляем отчет прямо на планшете. Это мобильно, это можно сделать в том числе и за пределами класса. Выставка современных технологий, которую внедряют в учебный процесс, наглядно демонстрирует, что система образования теперь крепко связана с инновациями. Пройти мимо некоторых экспонатов не смог и губернатор. Мениамин Кондратьев приехал сегодня на заседание Краевого педагогического совета. Вот главе региона показывают разработку молодых специалистов. Дрон, летающий на водородном двигателе. Подобные разрабатывают на уроках робототехники. Обучение таким высоким технологиям теперь доступно не только в профильных университетах, но и в начальных классах обычных школ. И очень важно отметил губернатор, чтобы сельские школы не стали исключением. Мы должны максимально вкладываться в сельскую программу тем, что поможет сельским ребятам максимально быть адаптированным к жизни. И на селе, и, конечно, в городе. Городские – это, конечно, ребята, которые уже с точки зрения жизни, они урбанисты, и у них другие приоритеты отчасти. И программы должны быть интегрированы в их интересы, в их приоритеты. Потому что чуть-чуть у нас всего понятно, там одни приоритеты, у города другие. Важно, чтобы этот разрыв был минимальный. С точки зрения программы, программа, она, безусловно, будет одинаковая, но определенные приоритеты все равно мы должны расставить. Учителям и подрастающим поколению сегодня важно найти общий язык. Современные дети практически с пеленок осваивают новые технологии и гаджеты. Как системе образования «Края» работать в новых реалиях обсуждали уже на общекраевом педсовете. В зале тысячи учителей, директоров школ и руководителей вузов. Еще четыре тысячи подключились к разговору по видеосвязи. Очевидно, что мы сегодня живем в другой системе координат. И образование в некотором смысле не успевает за новшествами. Это надо признать. Дети имеют доступ к огромному количеству информации. Это одномоментно причем. И это наша с вами новая реальность, в которой мы живем. И поэтому сегодня мы должны с вами сделать образование современным и по-настоящему отвечающим запросам наших детей. Только за четыре года количество учащихся в крае возросло на сто тысяч человек. И главной задачей, по мнению губернатора, является не только создание уникальной модели образования, но и комфортные условия для обучения. На Кубани продолжают строить школы, и в этом году их, как минимум, откроют еще десять. Не забывают и про существующую. Весомую часть средств из бюджета в этом году выделили на ремонт, оснащение учебных учреждений, приобретение мебели и оборудования. В этом году в целом на развитие образования выделено 12 миллиардов рублей. Два миллиарда федеральной деньги и десять краевого бюджета. Это сегодня тоже состояние экономики региона, которое может себе позволить 10 миллиардов выделить на развитие образования. Безусловно, это переоборудование школ, это их ремонт, это их качественная составляющая для того, чтобы они на самом деле отвечали сегодняшним требованиям. И это, безусловно, недостаточно. Безусловно, недостаточно. Даже 12 миллиардов. Даже плюс то, что мы еще 500 миллионов добавили, то есть это не решает в целом проблему. И сегодня мы говорим о строительстве новых школ. Я прекрасно понимаю, что есть школы, которые 60-х годов постройки и 70-х годов постройки. Они нуждаются в ремонте. И на это тоже деньги нужны. И мы приоритет пытаемся обозначить, что все-таки строительство новых, ремонт старых. И туда, и туда. Здесь приоритета быть не может. Надо сбалансировать просто. Если мы сегодня опустим руки, завтра однозначно мы просто остановимся. Потому что мы лишим себя возможности того самого будущего, которое сегодня формируем. Вы, уважаемые коллеги, в первую очередь его и формируете. Потому что будущее, как бы это ни звучало на самом деле, в ваших непосредственных руках. Вопросы системы образования сегодня занимают одно из центральных мест в структуре национальных проектов. В числе первоочередных они и для депутатов законодательного собрания Края. Мы прекрасно понимаем их социальную роль, значимость. Мы также понимаем уровень той ответственности и нагрузки, с которой сталкиваются наши педагоги и руководители образовательных учреждений Края. Но без учителей современные технологии в школах бессмысленны. Кадровый вопрос особенно остро чувствуется в сельских территориях. Руководители образовательных учреждений бьют тревогу. Не хватает 900 педагогов по всему краю. Эту проблему обязана решить федеральная программа «Земский учитель». Продумать ее правительству проучил президент. Конечно, нагрузка на преподавателей сегодня колоссальная. Как тут найти индивидуальный подход к ученику, когда на одного классного руководителя около 40 детей? В прошлом году на Краевом педсовете уже было принято решение о том, чтобы ввести доплату учителям за эту должность. И эта встреча не стала исключением. Вениамин Кондратьев отметил, что уже в следующем году доплату за эту должность увеличат также на 1000 рублей. Средства уже зарезервированы в бюджете. На Краевом педсовете говорили и о профориентации школьников. К пятому, шестому классу дети уже должны понимать, что им интереснее. И здесь не стоит загонять ребенка в определенные рамки. Благодаря любимому делу можно сделать прорыв в разных сферах. Выбор только за учеником. Главное дать ему проявить себя. У нас общая образовательная школа. И все направления. Сегодня главные, по крайней мере, для меня все. Все педагоги. Какие бы предметы они ни преподавали, все они способствуют созданию, если у нас получится, максимально гармоничной личности, которая будет активным гражданином. И каждый в своей сфере. Тогда будет правильно. Тогда будет баланс. Ну такой спектр талантливой молодежи нет. Мы всех красим в один свет. Безусловно, мы не остановим научно-технический прогресс. И цифровые технологии не остановим. Но способные на результаты цифровых технологиях. Процентов 10-15. Вот задача школы их найти. Найти этих способных, которые и создадут. Прорыв в этих технологиях цифровых. А дальше, коллеги, выискивайте эти таланты. Делайте эту самую селекцию. Вот важно, что будет они делать после школы, если мы селекцию правильно сделаем. В одном физика, в другом математика, в третьем программиста. Вот потом, потом, что с ними будет, мы их потом не должны потерять. И вот в чем важный вопрос. Разговор о том, как воспитать гармоничную личность в условиях новых реалий, длился больше трех часов. Но, конечно, и этого времени было мало. На совещании меня Минкондратьев и Юрий Бурлачко наградили отличников образовательной сферы края. Районы, которые успешно подготовились к новому учебному году. Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли сегодня и в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Начало учебного года отметили в Сочинском госуниверситете. В этом году студентами СГУ станут около двух тысяч абитуриентов. Причем учиться в опорный вуз Краснодарского края приехали молодые люди не только со всего края, из разных регионов России и нескольких стран мира. Концертный зал фестивальный на самой летней площадке города Сочинский госуниверситет дал старт новому учебному году. Открыл День знаний торжественный парад факультетов. В этом году в свою большую семью СГУ уже принял полторы тысячи студентов. Продолжается набор на заочную форму. За парты в новом году сядут абитуриенты со всей страны. 5% – иностранцы. Сегодня СГУ выбирают студенты из Азии, Европы, Америки и даже Африки. За дипломом о высшем образовании приходят и те, кто окончил университетский экономико-технологический колледж. Я учился в нашем колледже, вот только его закончил. И считаю, что непрерывность образования – это залог хорошего будущего. Я проявляю активность в нашем студенческом самоуправлении. Мне нравятся наши преподаватели, наша база. Сочинский госуниверситет – опорный вуз Краснодарского края. Здесь используют самые современные программы обучения. Мы внедряем технологии дуального обучения и создаем очень серьезную партнерскую сеть среди отелей, которые берут на себя функции практического обучения. Студенты одну час времени обучаются в университете 2-3 недели, а потом на одну-две недели уходят и закрепляют свои навыки на практиках. Постепенно на такую систему перейдут все факультеты. Сегодня ее практикуют на факультете туризма и сервиса. Работает она и на программе двойных дипломов СГУ и французского бизнес-института в отель по гостиничному делу. Ее студенты стажируются в лучших отелях, в том числе за рубежом, и по окончании получают сразу два диплома о высшем образовании. Я очень хотела поступить на отель, потому что мне нравится путешествовать, нравится помогать людям. Мне хочется, чтобы люди жили комфортно в отелях, а в СГУ тут такие позитивные люди, такая хорошая команда. Просто очень нравится. Сегодня у студентов праздника, уже завтра они сядут за парты. Кстати, и новый учебный год особенный для всех учеников и преподавателей. В ноябре СГУ отметит 30-летний юбилей. Отдохнули и оздоровились. В Сочи организованным летним отдыхом охватили более 60 тысяч детей. Итоги летней кампании подвели накануне каникулы. Проводили большим фестивалем «Лето на отлично». Расскажет Ольга Десятого. На площади флага развернулась выставка самых интересных активностей, которые предлагали школьникам на каникулах на площадках нашего двора. Это музей занимательной науки, здоровья, творческие мастерские и спортивные турниры. Все лето в Сочи работали 147 площадок нашего двора. Школьные дворы и дворы многоэтажек стали настоящим центром притяжения детворы. Там для них работали аниматоры и волонтеры, развлекали детей и учили чему-то новому. На площадке и на Лысой горе, например, юных сочинцев приобщали к искусству, показывали спектакли и театральные постановки. Братья с ярмарки придут и подарки принесут. Именно эту площадку по итогам лета отметили как лучшую, организованную управлением культуры. У нас проводились театральные представления, концертные программы, выступления. Мы посещали с ними музеи. Экскурсия в театр была зимний наш, конечно. Гости к органу ходили, зал органной камерной музыки. А еще отметили лучшие площадки от образования, спорта и молодежной политики. В подарок отличившимся не только благодарность от главы Сочи, но и денежный сертификат на развитие проектов. Ну а проекту мэра Сочи площадка нашего двора в этом году уже 10 лет. Задача этой площадки, их у нас 147, это организовать отдых деток таким образом, чтобы вы могли заниматься спортом на этих площадках, чтобы вам могли приходить в гости интересные люди города. Я всем желаю вам счастья в новом учебном году. Уверен в том, что вы набрались здоровья, отдохнули хорошо. Ноу-хау этого лета детей с площадок и школьных лагерей организованно водили на море. Родителям часто некогда, воспитатели и тренеры просто не могли взять на себя такую ответственность. Поэтому в этом году морские ванны утром и вечером дети принимали под пристальным вниманием врачей и спасателей. Среди награжденных много у нас было представителей этой доблестной службы, потому что, конечно же, обеспечить безопасность детей на воде без этой службы практически невозможно. Поэтому мы действовали в очень плотном контакте при соблюдении всех строгих правил безопасности пребывания детей на воде. А еще дети ходили на экскурсии и в походы, посещали школьные и трудовые лагеря. Всего в Сочи этим летом организованным отдыхом охватили почти 60 тысяч детей. Это почти 99% от общего числа юных сочинцев. Сил и энергии после таких каникул теперь уж точно должно хватить на весь учебный год. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. Анапа на несколько дней стала главной киностолицей страны. На курорте стартовал фестиваль «Киношок». Участников и гостей ежегодного форума поприветствовал Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что эта творческая площадка укрепляет культурные связи между народными разных национальностей. Ведь на фестивале свои работы представляют кинематографисты со всего постсоветского пространства. «Киношок» играет важную просветительскую и, наверное, объединяющую роль. Потому что на творческих площадках киношока имеют возможность встретиться кинематографисты со всего постсоветского пространства. Имеют возможность не только встретиться, но и творить, обсуждать проблемы людей, проблемы мира, мира в душе. Если нет мира в душе, какой же мир может быть вокруг? Важно найти ответы на эти вопросы. «Киношок» Не изменяет сам себе. Он верен своим традициям. Это до сих пор умное, серьезное, честное авторское кино. В рамках фестиваля будут соревноваться полнометражные, короткометражные, художественные фильмы, телефильмы, картины для детей, а также кино «Альманахи». В одной из номинаций будут представлены две ленты кубанских режиссеров. Кто получит главный приз «Киношока» «Золотую лозу» станет известно уже 8 сентября. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. По адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова